Добрый день! Меня зовут Юлия Крапивина, я заместитель руководителя Центра финансовой грамотности города Москвы. Сегодня мы с вами обсудим, что такое налоги, кто и зачем их уплачивает, на что с точки зрения налоговой грамотности следует обратить внимание начинающим предпринимателям, и что произойдет, если нарушать налоговое законодательство. Итак, налоги — это обязательные платежи, которые уплачивает государству, граждане, индивидуальные предприниматели и организации. Они перераспределяются между федеральным, региональными и местными бюджетами для финансирования социально значимых проектов и работы различных государственных служб. Налоги используются для поддержания всех социально значимых сфер жизни общества. Они позволяют государству обеспечивать расходы на бесплатное образование и здравоохранение, контроль правопорядка. Кроме того, за счет налоговых платежей развивается инфраструктура, строятся дороги, мосты, обеспечивается работа коммунальных служб и многое другое. Уплата налогов — это обязанность каждого гражданина, индивидуального предпринимателя или организации, установленное законодательством. Как правило, выделяют прямые и косвенные налоги. Прямые — это налоги на доход или имущество. К ним относятся налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налоги на имущество организации и физических лиц, земельный, водный, транспортные налоги, налог на игорный бизнес и налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Прямые налоги уплачиваются налогоплательщиками самостоятельно, либо из доходов сумма налога удерживается и перечисляется в бюджет налоговым агентам. К косвенным налогам относится налог на добавленную стоимость, сокращенно НДС, таможенные сборы, государственные пошлины и акцизы. Они закладываются в стоимость товаров и услуг. Таким образом, покупатель, приобретая определенный товар или услугу, вместе со стоимостью перечисляет налог. Тем не менее, ответственность за своевременное и полное перечисление косвенных налогов в бюджет возлагается на организации, реализующие товары и услуги. Можно сказать, что косвенные налоги уплачивает каждый из нас, совершая повседневные финансовые операции. Итак, большинство граждан уплачивают налог на доходы физических лиц и налог на имущество. Несовершеннолетние налогоплательщики участвуют в налоговых отношениях через своих законных представителей, к которым относятся их родители, усыновители или опекуны. При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, которые получают доход или же владеют имуществом, вправе с согласием законных представителей самостоятельно распоряжаться своим имуществом и уплачивать налоги. Налог на доходы физических лиц или НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода гражданина за вычетом документально подтвержденных расходов в соответствии с действующим законодательством. Доходом может являться, например, заработная плата или денежные средства, полученные за оказание услуг по договору гражданскоправового характера, а также доход от продажи имущества. Проценты по банковскому вкладу и доход от операций с ценными бумагами также облагаются НДФЛ. Налоговая ставка по НДФЛ для налоговых резидентов Российской Федерации, то есть тех людей, кто фактически находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев составляет 13%. Если совокупный доход превысил 5 миллионов рублей, то вся оставшаяся сумма будет облагаться НДФЛ по ставке 15%. Например, если ваш доход за год составит 5,5 миллионов рублей, то 5 миллионов будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а 500 тысяч рублей по ставке 15%. В случае получения гражданином выигрыша или приза, например, в лотерее, необходимо будет уплатить 35% от суммы дохода. Если вы являетесь наемным сотрудником и работаете под трудовому договору, работодатель, являясь налоговым агентом, осуществляет удержание и перечисление за вас НДФЛ. В случае наличия у вас дополнительных доходов, например, от продажи недвижимости, необходимо самостоятельно заполнить налоговую декларацию и предоставить ее в бумажном виде в налоговую инспекцию или же в электронном виде с помощью сервиса «Уплата налогов физических лиц». Кроме того, в Российской Федерации существует несколько специальных налоговых режимов. Один из них – налог на профессиональный доход или НПД. Его могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают на себя, получают основной или дополнительный заработок благодаря своим навыкам и умениям, либо доход от использования имущества и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Таких граждан называют самозанятыми. Налогоплательщик вправе получить статус самозанятого, если он, например, сдает в аренду жилье, продает продукцию собственного производства или осуществляет фото- и видеосъемку на заказ. Следует также учитывать, что годовой доход самозанятого от профессиональной деятельности, без учета других видов заработка, не должен превышать 2,4 млн. рублей. Налоговые ставки специального налогового режима устанавливаются в зависимости от источника дохода налогоплательщика. В размере 4%, если доход за товар, работу или услугу получен от физического лица, и 6%, если такой доход получен от юридического лица или индивидуального предпринимателя. При этом, уплачивая налог на профессиональный доход, самозанятые граждане не будут платить НДФЛ с доходов, полученных от такой профессиональной деятельности. Самозанятый должен регулярно отражать все полученные от профессиональной деятельности доходы в специальном приложении «Мой налог». После внесения данных о размере полученной суммы и наименовании товара или услуги, система сформирует чек для передачи клиенту в электронном виде или на бумажном носителе, а также суммирует все платежи для автоматического определения размера налога. Его необходимо уплачивать ежемесячно, не позднее 28 числа следующего месяца, иначе он станет задолженностью. Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход могут воспользоваться налоговым вычетом. Подробнее о налоге на профессиональный доход вы можете прочитать на портале «Открытый бюджет города Москвы» в разделе «Финансовая грамотность». Многие подростки задумываются о том, чтобы начать свое дело еще до наступления совершеннолетия. К этому важно относиться ответственно и помнить о правилах и ограничениях, предусмотренных законом. Начать предпринимательскую деятельность можно с 14 лет. Однако до достижения совершеннолетия необходимо письменное, нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей или попечителей, либо копия решения органов опеки и попечительства. С полным перечнем необходимых документов вы можете ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы России. Оптимальными формами для регистрации предпринимательской деятельности несовершеннолетних являются самозанятость и индивидуальное предпринимательство. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» является отличной возможностью для начала ведения бизнеса в подростковом возрасте. Для оформления самозанятости необходимо получить индивидуальный номер налогоплательщика ИНН и зарегистрироваться в приложении «Мой налог», предоставив скан-копию паспорта и нотариально заверенное согласие родителей. Получить ИНН можно, заполнив заявление на сайте ФНС России в отделение налоговой службы по месту регистрации или отправив его в налоговый орган заказным почтовым отправлением. Приложение «Мой налог» можно скачать в одном из доступных магазинов приложений абсолютно бесплатно. Если вы собираетесь оформить статус самозанятого, вам обязательно следует помнить правила, о которых мы говорили выше. Если подросток планирует не только создать собственный бизнес, но и нанять сотрудников, он может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В отличие от самозанятого, индивидуальный предприниматель может самостоятельно выбирать как общую систему налогообложения, так и специальные налоговые режимы, которые он будет использовать в работе. Они различаются по объекту налогообложения ставки налога и возможным ограничением на ведение отдельных видов деятельности. Порядок уплаты налога в рамках каждого из специальных режимов регламентируется Налоговым кодексом Российской Федерации и подробно описан на сайте Федеральной налоговой службы России. Кроме того, с согласия родителей подростки могут стать соучредителями общества с ограниченной ответственностью. Следует помнить, что за несоблюдение налогового законодательства Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность. За правонарушения, выраженные, например, в неуплате налогов или же уклонение от постановки на налоговый учет, предусмотрены санкции в виде штрафов и пени, закрепленные Налоговым кодексом Российской Федерации. В определенных случаях, когда подобные нарушения повлекли за собой ущерб в крупном или особо крупном размерах, законодательством предусматривается уголовная ответственность. Помните, что за счет налоговых платежей граждан и организаций государство создает условия для комфортной и безопасной жизни общества. Благодаря налогам жители нашей страны получают бесплатное образование, медицинские услуги, различные льготы. Без налогов остановилась бы выплата пособий и стипендий, строительство школ, больниц, социального жилья. Именно поэтому важно ответственно относиться к налогам и уплачивать их в срок. Субтитры создавал DimaTorzok